Около 40 страниц. Это же настоящий научный, просто титанический труд. Собственно, кто-то и сказал, что это подвиг, духовно-нравственный подвиг. Одна из современных поэтесс по поводу перевода выразилась так. Вот говорят, перевела, а я ведь кровь перевела. По-моему, это именно тот случай. Спасибо. Аплодисменты. И в Черногории. Огромный привет вам из этих двух стран, которые нашли селку, чтобы вот такую книгу для нас огромную, для нас прекрасную сделали. И внутри вот нашел мой перевод. Книга очень, по-моему, актуальна. Она, как вы сказали, глубоко религиозная. Хотя в ней много языческих элементов. Ну, в катедрах тоже много языческих элементов. На самом деле она глубоко религиозная. Значит, она актуальна, ее надо читать, в смысле слова, теперь еще актуальнее, чем она была раньше. По-моему, каждый из нас уже не помнит, что тогда, когда писалось слово, не было, вообще не было фикшен. Это не существовало. Это правда, истинно. Вот затмение в человеке, куда он вело, и как он вышел, смог побороться на охрану, доброся-караборщик. Это все надо прочитать. Даже политикой будет очень полезно прочитать. А если вам это не мешает в программе, я бы прочла несколько только строчек, как это звучит в моем переводе. Третий, у меня три перевода. Номинальный, как говорится, так, в слове, потом верлибр, и вот стих. Так что, я поеду, на самом деле, мне захотелось. А я почти не учусь. А вот это я оставлю в наших любимых. Вот, вы увидите, как вы думаете. А я хочу подниматься. И вот. Послушайте, много сербизмов, в словах, вы это знали? Много волгаризмов даже. Ничего нет, вы случайно. Значит, так что вы можете вам сказать, что это старый, от наших общих. Песма первая. Како валя, братья, да почнемо о покоду Игоровом слову, да речима древним опишемо шта се сбило у времену нового. Опаеваемо боле на наш начин времен рата и мука и рана, и то беше у времену наше неку доба мутного воена. А миса обоена вас смела, когда би хотела песмом на прозбори, ко орао под облак се пела, как будто вука потекла по гори, верала по вевельца дрво. При помену кнежинских победа и подвига, што су били прво, десетину сокола би редом припуштао на лабуђе јато, чий сокол први јато стигне, та й добија част великого дата. През свих, он би песму о старине, прославе о старог Ярослава, и памсислава, дићног храба, кнеза, што у степи су високих трава, ка собу редеди брат пререза, а на утуг небројеном пугу, или роман дићног, као уштав, святослава силног на урту. А то Бојана јато не пуста соколове, остроке сиве, то прстима спретним он пребира, струне које трепере то живе, звоне гусле Бојана валира, друје саме и каде гневира. Поћећемо праћа повеств ово од времена Владимира Древног до Игора, наше гнеза новог, што у већ запе племени гневом, у Жеврущћу, што срце наоћтри, ратни дух потапну снагу мушку, он одлучи храбро да завојшти проте хуна, а земљу Руску. Спасиба Руску. Премя 2018 года присуждено Фролову Геннадзеу Васильовичу за перевод на русский язык современной поэзии народов России. Поздравляю лауреата Семену Юмчуанова. Дорогие друзья, когда-то наша страна очень серьезна относилась к литературному переводу. И тогда появились такие имена, как Расул Гонзатов, Косин Кулеев, Стай Карин, Вазу Алеева, много-много замечательных имен. Но вот мы живем как бы в другой теперь стране в каком-то смысле и во многих смыслах. И теперь отношение государства к этому делу, я бы сказал, ничтожное. Вообще не уделяется этому делу никакого внимания. И поэтому сейчас мы не знаем, так сказать, какой, мне дам чем дышит, так сказать, вот литература, в Якутии, в Дагестане. Мы знаем почему, потому что у нас есть друзья и более-менее знаем. Но там появляются поэты, которые пишут совсем без любви к России. Там можно встретить стихи, которые зовут, так сказать, терроризм и чему угодно. Их, конечно, не переводят, но тем не менее, так сказать, понимаете, раньше это вообще не могло произойти. А теперь это происходит. И вот вы знаете, когда были переводчики в Тарковский, в Новом Гребнеев, в Козловский, много было замечательных переводчиков, Лена Николаевская. И вот в ряду этих переводчиков был такой человек тогда, он продолжает, сейчас, слава Богу, рядом со мной стоит Геннадий Фролов. Он очень много переводил. Я тогда работал в «Зайс-современнике», как раз издавал всех вот этих наших национальных поэтов. И Геннадий Фролов, и тогда еще Юрий Кузнецов. Вот были такие вот, знаете, почтовые лошади, так сказать, переводы, так сказать, любую книгу, любому поэту можно было дать, но они, конечно, языков, так сказать, не знали и не знают. Вот перевод с подстрочника, но порой перевод с подстрочника бывает даже лучше оригинала. Вот это показал нам, так сказать, Пастернак. Вот так что, это такое тоже происходит. И вот сейчас я, значит, буду награждать Геннадия Фролова. Я скажу, что он перевел не менее 50-70 поэтов наших национальных, переводил романы, пьесы, детские произведения. Вы понимаете, и это все было очень-очень качественно. Это очень качественно. Почему? Потому что, еще кроме всего прочего, за это хорошо платило государство донорар. Тогда платили построчно, все это было замечательно. Сейчас государство сказал, нет, не будем мы, так сказать, платить больше гонорар. Ищите спонсоров, ищите кого-то еще, чего-то еще. Но вот благодаря такому благотворителю, как Дмитрий Мезгулин, появилась вот эта премия. Мы пытаемся, как-то, так сказать, возродить это дело. Мы проводим разные совещания, разные семинары, разные круглые столы по переводу. Но все равно, когда нет гонорара, это дело жить будет только на энтузиазме. На энтузиазме, так сказать, переводческое дело жить в принципе долго не может. Оно будет существовать какими-то сегментами, небольшими, какими-то отрывками. Вот. Так что, друзья, я сейчас поздравляю Геннадия Фролова самому по себе. Вы знаете, я считаю, что переводить можно только хороший поэт. Геннадий Фролов очень хороший русский поэт. Я прошу его сейчас почитать, кроме всего прочего, свое стихотворение. Я благодарю всех за время, вообще, за вечер, за хитроэнсом. Ну, вздохнул. Я обычно любил это, смотрю на самом себе. И не пытаюсь те же вещи поэту. Были много людей, которые делали добрые, которые... что касается, посчитайте. Ну, конечно, если вы разный хорост выезжаете. Разный факт. Чтобы не обижать одному, а вы считаете другую, что называется. Поэтому, как говорит Геннадий Фролович, я прочитаю свое стихотворение. Чтобы не утомлять ни денег, ни о городах и ни о селах, ни о том, что прежде и потом, а цветах, о бабушках, о чёмах, больше не о том, ни о мною, измоченных подруге, ни о друге и ни о баце, о цветах, проснувшись в испуге, с крупными слезами на лице, ни о маме с бабушкой, лежащей, свечной печатью на устах, а без вечных бабушках, сидящих, на кустах, о кратах и крестах, ни о людях, живших и живущих, пусть другой слова о них найдёт, о бесстрашных пчёлах, берегущих, смерть цветов, сгустившуюся в мёд, ни о городах и ни о селах, ни о том, что прежде и потом, о цветах, о бабушках, о пчёлах, больше не о том. Дорогие друзья, к сегодняшнему дню подоспела очень неожиданная награда нашего председателя, жюри, Игоря Смолькина. Из Италии, вот она, это пришла, так сказать, нам такая вот права, модель и диплом, где всё написано по-итальянски, вот, но я понял, что, Игорь, тебя наградают замечательным экспертом в области русской литературы, вот, и здесь, видимо, тебя благодарят за то, что ты итальянцем в своё время помог, так сказать, разобраться в неких проблемах русской литературы. Я тебя поздравляю. Я приглашаю сюда Дмитрия Висболина, нашего, так сказать, поэта, мыслителя и благотворителя, который тоже хочет вручить. Спасибо. И последний лауреат нашей премии 2018 года Алексис Парнис. Он награждается за онтологию поэзии русский парнас и более чем 60-летнюю переводческую деятельность. Поздравить лауреата Дмитрия Висболина. Дмитрия Висболина. АПЛОДИС. Дорогие друзья, у меня все неряные обстоятельства. Я сам получаю этот диплом и доставлю его лауреат в Грецию. Но хотел бы два слова буквально сказать об этом замечательном человеке. Он в этом году праздновал своё 95-летие. В смысле 95-летие. И просто он как бы врачи запретили по местам боёв в Северной Греции, где он защищал, как бы сказать, честь и достоинства в Северной Греции. в такую далёкую повеску не отпустили. Он перелал самый горячий привет, такой уникальный человек. Это человек, который, когда греческие коммунисты уходили с Северной Греции, и вы знаете, была иммиграция, они ушли в Пашкин, мы их вывезли порядка 10-ти тысячи в 51-м году. И Усиф Сталин вызвал генеральную ситуацию как у партии греческий Никаса за корейцей и сказал писателю, чтобы поступил в этот институт. И он сказал дай мне писателю, чтобы поступил в этот институт. И так, Алексей Спарнев, в 95-м году поступил в этот институт. Он был замечательным драматургом, учился с самыми замечательными людьми. Современник, который в Союз Писателей Советского Союза в Синим, в Синим, в Синим, Константин.